В этом месте товарняк с углем протаранил грузовик. От удара кабину с водителем подбросило в воздух и отнесло в сторону. Возможно, поэтому шофер и остался жив. Остатки грузовика локомотив протащил еще четыре сотни метров и сошел с рельсов. Сам момент аварии видел охранник рудного карьера. Переезд находится совсем рядом. Пока мы выскочили, водитель ходит возле кабины в шоке. Он не понимает, где он. Или сам вылез, или он. Ну, череп разбил. Водитель грузовика, по информации железнодорожников, отделался ушибами и черепно-мозговой травмой. Машинист локомотива физически не пострадал. Однако железнодорожники отправили его в свой реабилитационный центр в Абакане. Обе кабины и локомотива, и грузового автомобиля были оборудованы видеорегистраторами. Сейчас полиция изучает эти материалы. Починить грузовик теперь вряд ли получится. А вот локомотив железнодорожникам удалось поставить на колеса. Чуть-чуть отпусти, Юра. Хорошо. Стоп. Из-за аварии пригородный поезд Абакан-Кошурникова в этот день до места не добрался. Остановился в Курагино. 150 пассажиров железная дорога дальше везла автобусами. В результате ДТП серьезно пострадали рельсы. Повредили 400 метров пути. Требуется замена 75 шпал деревянных. Замена скреплений в объеме может быть полтысячи. Ущерб посчитаем. Конечно, будем предъявлять через суд. Свои убытки железнодорожники оценивают в миллионах рублей. Точной цифры еще нет. Кстати, за последние два месяца на Красноярской дороге это уже третий случай аварии на переезде. Александр Тимофеев, Алексей Иванов. Новости. 7 телеканал.